Обзорного введения этого месяца Добавили возможность продавать услуги. При создании заказа на продажу вы можете не только добавить товары, но и услуги, без привязки серийных номеров. Для этого введите название услуги в строке наименования и укажите стоимость. Таким образом, курьерские доставки, установки программ, настройки техники и другие работы, что предоставляет компания, вы с легкостью можете продавать. В меню «Клиенты заявки» появилась заветная кнопка «Выгрузить», что позволяет экспортировать заявки в Excel-документ. Расширили функционал отправки SMS. Ранее из заявки можно было отправить только одно сообщение. Сейчас вы можете отправить несколько уведомлений с разной информацией. После отправки первого SMS, конвертик станет белым, как знак того, что сообщение уже было отправлено. А чтобы предупредить отправку одного и того же уведомления, мы добавили проверку. При попытке повторно отправить SMS, вы увидите ошибку. В бухгалтерии добавили возможность отменять транзакции. Нажав на три точки напротив каждой транзакции, можно отредактировать комментарий проводки или же отменить ее. Важно, что отменить системные транзакции невозможно. Эта функция работает только для созданных вручную транзакций через меню «Кассы» и доступна лишь пользователям с супер-ролью. Также отменять транзакции за прошлые месяца невозможно. Журнализация редактирования комментариев сохраняется при нажатии на их текст. Галочка «Свободный остаток» в складских остатках. Применив фильтр по товарам в свободном остатке, система отображает только те товары, которые доступны для реализации. Добавили возможность снимать активность складов. В карточке каждого склада, в меню «Склады настройки» вы видите галочку «Активность». Сняв данную галочку, склад не будет отображаться в фильтрах и как опция для оприходования и перемещения. Важно, что снять активность склада, у которого есть остатки, невозможно. По просьбам клиентов реализовали возможность ограничить доступ к программе для определенных IP-адресов. Для этого переходим в меню «Сотрудники». Открываем карточку сотрудника и прописываем IP-адрес, с которого разрешен доступ к программе. Теперь при попытке входа с любого другого адреса сотрудник увидит ошибку. Добавили две новых галочки в меню «Сотрудники. Список ролей». В раздел «Бухгалтерия» галочка «Отображать отчет по зарплате». Она у всех ролей активна по умолчанию. Эта галочка разрешает или скрывает модуль зарплаты в меню «Бухгалтерия отчеты». Вторая галочка в разделе «Заказы клиентов». Галочка «Редактирование печатных документов». Теперь редактирование не привязано к супер-роле. Эта галочка позволяет сотрудникам редактировать печатные документы при выводе документа на печать из заказа. Добавили журнализацию изменений в печатных документах. В меню «Еще», «Настройки», «Пользовательские шаблоны печатных документов» при нажатии на название поля открывается журнал изменений. Видно, кто, когда и какой документ редактировал или удалял. А главное, что теперь можно отменить действие, нажав на кнопку «Восстановить». Продолжение следует... Вот. Продолжение следует... ...